Привет, мои биатлонные друзья! Ну что ж, сегодня за день было достаточно много новостей в ленте, касающихся нашего любимого вида спорта, что стоит о них упомянуть. Во-первых, всех хочется поздравить с наступлением настоящей зимы в биатлонном караване, потому что Хохфильдсен встретил спортсменов небывалым снегопадом. Там сейчас в Доломитовых Альпах очень красиво, свежий снег, стоит настоящая зимняя погода, и мы надеемся, что гонки будут триумфом чистого биатлона, соревнованием не только смазчиков, но и в большей степени самих спортсменов и их мастерства. Что касается Анси, говорили, что этап был под вопросом, но сейчас все-таки все склоняются к тому, что он состоится, потому что, во-первых, и снег ожидается, во-вторых, силы французских вооруженных сил будут, собственно, этот снег свозить с гор и раскладывать на трассе, как это было в прошлые годы. Во время этапа в Эстерсунде с Мартеном Фуркадом связывался даже министр спорта Франции, поэтому я думаю, что французы поднапрягутся и проведут все, поэтому паниковать не стоит. Что касается нашей команды, то в ближайшее время, я думаю, стоит ждать новостей. Для кого-то они будут шокирующими. Не могу сказать, когда это произойдет, завтра, послезавтра или, может, через пару дней, но что-то вот должно случиться, появится какая-то серьезная информация, скажем так. Кроме того, обратил внимание на два заявления. Это известный юрист Вишман, который защищал интересы российских спортсменов. Он считает, что неплохие шансы есть у России оспорить в КАС решение ВАТА. Ну, сложно будет, конечно, сказать, насколько он прав, потому что, я думаю, он тоже лицо заинтересованное принять участие в процессе. Но, в любом случае, если наша сторона будет пытаться, то почему бы и не использовать опыт лучших иностранных юристов. Ну и второе заявление, на которое стоит обратить внимание, это тот же самый Джонатан Тейлор, который действительно много чего говорит, разъясняя позицию ВАДА. И в этот раз он отметил, что участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира спортсменам с допинговой историей – это вопрос дискуссионный. То есть он категорически не отметает, что такие спортсмены не должны соревноваться. И это уже хороший знак. Возможно, каждый случай будут рассматривать в отдельности. Был ли этот спортсмен частью государственной допинговой программы, либо же он нарушил антидопинговое правило в больше случайной степени, допустив собственную ошибку. Возможно, будет дифференцированный подход. Но, по крайней мере, заранее записывать и говорить о том, что спортсмены, отбывшие наказание за допинг, уже точно нигде не выступят, я бы не стал. Именно после этих слов Тейлора. Поэтому все пока не так уж и плохо. И, наконец, самая главная новость сегодняшнего дня. Мне кажется, СБР уже пробивает дно просто со скоростью экскаватора. То есть, каждый день у них что-то обязательно происходит, какие-то форс-мажорные обстоятельства. Сейчас выяснилось, что Антона Бабикова все-таки отправили в Россию из команды. Причем вопрос был решен заранее. Ему купили билет уже домой заранее, после первого этапа. На него не рассчитывали. И в итоге отправили. Но винтовку его каким-то образом зарегистрировали так вместе с командой, что она может вернуться только после трех этапов. В итоге спортсмену сейчас не с чем соревноваться. Не с чем выступать на соревнованиях на Кубке России. И вообще он будет фактически терять спортивную форму. Я считаю, что это полнейший беспредел и непрофессионализм СБР. И спортсмен имеет полное право подать на них в суд за невыполнение контракта. Контракты были подписаны этим летом, где четко прописаны обязанности. Как со стороны спортсменов, так и со стороны федерации. Федерация должна обеспечить спортсмену все необходимые условия для выступления и тренировок. Этого сделано не было. Спортсмен теряет спортивную форму. Не может выступать на соревнованиях, выполнять свои обязанности. И я считаю, что нужно требовать неустойки с такой бездарной федерацией. Далее. Насколько мне известно, сам Антон еще из Астерсунда до Стокгольма вынужден был добираться за свой счет. И только из Стокгольма у него потом был билет на родину. Вопрос также решался несколько раз. То есть сначала Владимир Драчев вроде согласился оставить спортсмена и дать ему возможность выступить хотя бы на Кубке IBU. Но затем уже по решению тренерского штаба, я так понимаю, Сергея Белозерова, старшего тренера команды, его отправили. Ну что ж. Сейчас особенно, что хотелось бы обратить внимание, что Антон Бабиков это один из немногих спортсменов, который был допущен до Олимпийских игр. И к которому как раз претензий со стороны ВАДа нет никаких. В отличие от других. Поэтому следим дальше за ситуацией. Может быть вскроются еще какие-то интересные подробности этого дела, я вам обязательно сообщу. Но СБР не перестает удивлять. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Субтитры сделал DimaTorzok